Привет, мои дорогие! С вами Оксана. И сегодня я хочу показать вам свои новые покупочки. Тем, кому это интересно, оставайтесь со мной. Тем, кто впервые попал на мой канал, присоединяйтесь. Сразу отвечу на вопрос, который уже девчонки давно мне задавали. Каким парфюмом я пользуюсь и что на сегодняшний день я полюбила. В общем, показывать, девчонки, я почему-то в покупках не показала вам. Я упустила этот момент. Вот такую малышку я купила где-то месяц назад. И очень-очень она мне полюбилась. Это Томми Хилфегер. Такая малышка. Аромат очень такой свежий, но немного нотка шипра есть. И это все вот в такой морской тематике. Как видите, уже активно пользуюсь, люблю. И, в общем-то, думаю, что куплю большую версию. Для пробы я купила, как думаю, пойдет, не пойдет. Потому что многие ароматы, которые я пробую в магазине, мне нравятся. Домой прихожу, мне не нравится. Смотрю обзоры девчонок, которые рассказывают про ароматы. Очень так занимательно. И, в общем-то, согласно их рекомендациям, какие-то вещи стараюсь купить. В общем, посмотрела обзор на аромат именно вот этот вот Томми Хилфегер. И да, действительно, мне он очень понравился. В общем, моя любимка на сегодняшнее лето, на это лето. Обязательно куплю и большую версию вот этого аромата. И следующую свою покупку тоже хочу показать вам. Купила совершенно недавно, может, дня 4 назад. Это вот такие часы. Искала я часы с розовым ремешочком. Но когда увидела в Живанши вот такой комплект из трех цветов ремешков, в общем-то, не могла удержаться. В общем-то, сразу убила три зайца одной покупкой. Черный ремешочек и вот два цветных. Сами часы такие лаконичные, в стиле Живанши. И, в общем-то, вот такие вот часики себе прикупила. И в связи вот с этой покупкой у меня идея видео такая возникла. Показать вам все часы, потому что часов у меня на самом деле много. И не все часы я показывала в обзорах, которые мне присылали. Либо с Алиэкспресс, либо с других магазинов. Есть часы, которые я покупала и здесь. И есть дешевые часы, и не очень дешевые. И, в общем-то, давайте приступим. Конечно, все вот такие какие-то аксессуары лучше всего рассматривать в режиме макросъемки. Что предлагаю вам сделать. Всем приятного просмотра. И первое, девчонки, что хочу показать вам, это вот такие часы. Женевы. Это швейцарские часы. Ношу я их уже где-то, наверное, месяцев пять. Отличное качество. Всем известное швейцарских часов. Но на летнее время они, конечно, тяжеловатые на руке. Они так громоздко довольно-таки смотрятся. Но они такие стильные. Нравится мне, что циферблат у этих часиков такой, как бы, с напылением, с блеском. Вот такие вот часики. И здесь вот написано. Женева. Сейчас. Растегиваются они вот таким вот образом. Нажимаются. С двух сторон. И вот тут вот напишем. Так, следующие часики, которые я хочу показать вам. Такие вот часы летние. Не знаю, они, чье производство. Покупала в обычном магазине. Такие вот ремешочки. Следующие часики, которые тоже активно ношу, часто ношу, это японские часы. Тоже покупала я их где-то месяца, может, четыре назад. Ремешок так стилизован под потертость. Это натуральная кожа, плетеный. В общем, такие вот часики. Следующие часы я хочу показать вам тоже. Это такие вот конечные часики, обычные. Застежка у ремешка такая интересная, оригинальная. Нравится мне именно вот цвет этого ремешка. В каком-то таком военном стиле. Очень простой циферблат. Ну, вот весь интерес в том, что тут ремешок вот таким образом стилизован. Так, следующие часики тоже с таким коричневым ремешочком. Ну, обычные, на каждодневную носку, легкие, обычные часики. Вот так выглядят они. Так, что-то еще у меня в этом стиле есть. Часики вот такие вот обычные, тонкие ремешок под змейку. На руке очень выглядят изящно. Такие вот часики. Так, следующие часики вот таким образом выглядят. Ну, вот эти вот мне присылали с Алиэкспресс. Такие камни. Такой интересный дизайн. Ну, вот эти вот жесткие часы я не очень люблю носить. Кстати, у меня еще один есть. Такие вот жесткие. В форме браслета не очень мне они нравятся. Они как бы по костям бьют и могут расстегнуться в любой момент, и не заметишь. В общем, вот эти часы не очень мне нравятся. Следующие часики вот так вот выглядят. Циферблат с кошечкой. В обзоре, по-моему, я показывала эти часы на белом ремешочке. Такие. Так. Следующие часы вот так вот выглядят. Тоже лаконичная форма, черный цвет. Такой ремешок отпечатанный. Следующие часики это двойные часы. Можно одевать как вот этой стороной. Здесь вот такая голографика. И вот этой стороной. Такой интересный дизайн ремешка. Такие интересные часики. Так, следующие часы я показывала в обзоре, по-моему. Но я их как-то редко ношу. Вообще, практически один раз одела. И они как бы крупноваты слишком для меня. Я больше сейчас тяготею к каким-то более изящным часикам. Но они вот такие прям интересные-интересные. Здесь вот солнышко со стразами. И сам ремешок тоже. Ну, скорее, они зимние. Вот эти часы. И поэтому я их сейчас забросила. Легко очень одеваю. Вот у нас одеваю. Так, следующие часики у меня вот таким образом выглядят. Тоже они у меня еще одевал, по-моему, один раз. Возможно, я их подарю. Потому что как-то они не очень. Мне в тему тоже вот такой циферблат интересный. И сами часы классные. Так, следующие часики у меня на форме вот такой подвески. Цепочка съемная, одеваю на цепочку. Вот такие вот часики тоже интересные. Ну, все, мои дорогие. Показала я вам все часы, какие у меня есть. Может быть, что-то пропустила, упустила. Если найду, покажу. Показала я вам все часы, какие у меня есть. Спасибо. 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 Спасибо.